Вот не надо сейчас никого пугать, что отныне по ту сторону древней реки Ифрата Россия будет расценивать все воздушные цели как потенциального противника, будет следить, сопровождать, а при случае вдарить вот не надо про все это больше рассказывать. У российских военных был прекрасный способ продемонстрировать свою крутизну. Россия отправила в Сирию свои могучие комплексы С-300 и С-400. Эти комплексы способны перехватить любую воздушную цель, как Россия с гордостью об этом говорила. А когда в апреле Штаты ударили томогавками по авиабазе «Асада», ни одна российская ракета не перехватила цель. Комичный генерал Коношенков объяснил это так, что, мол, американцы не дураки и обошли российскую ПВО. Означает ли это, что американцы, которые не дураки, так и по Москве могут ударить, обойдя российские ПВО? Ну не дураки же они, чтобы под российскую ПВО подставляться. Вопрос в том, не дураки ли русские, давая такие объяснения. Да нет, здесь другое. Россияне просто проглотили американский удар и спокойно дали дядюшке Сэму сделать свои дела. И все, на что хватило русских, это сделать обиженное лицо и прекратить военное сотрудничество с Америкой в Сирии. Именно в тот момент всем все стало понятно, что американцы могут поступать, как захотят, а русские будут надувать щеки, хмурить брови, бить себя в грудь, играть голосом. Но ни черта реально они сделать не могут. И всю эту страшную технику, которую Россия привезла в Сирию не для того, чтобы применять, а для того, чтобы пугать. Но хорошо пугать того, кто тебя боится, а того, кому на твоей страшилке наплевать, так чем его напугаешь? Так что заявления о сопровождении целей, границы по Ефрату и тому подобное рассчитаны на людей совсем уж короткой памятью и незначительными запасами мозгов. Но все это не значит, что конфликта с Америкой не будет. В конце концов, в жизни бывают и простые случайные совпадения. Хорошо, когда одна сторона воюет с другой, тут все понятно. А вот кто с кем воюет в Сирии? Есть армия Асада. Есть российская армия, которая действует на стороне Асада. И тем не менее, действует по своей программе. Есть коалиция, которая против Асада. И отдельно есть еще Америка, которая воюет так, как ей захочется. Есть так называемая оппозиция. И в конце концов, есть, собственно, террористы, борьбой с которыми все и прикрываются, решая попутно каждой своей задачи. Очень много участников. Это все равно, что играть в шахматы на одной доске в шестером и чтобы у каждого был свой комплект фигур. Неудобно и ненароком можно зашибить не того, кого надо. Все участники войны в Сирии так или иначе в тупике и не понимают, что делать. Америка в этой ситуации предпочитает стрелять. Россия предпочитает брать на понт.